Друзья мои, не так давно вышло интервью с Игорем Крутым, где было затронуто очень много тем. В интервью говорили и о новой волне, и о детском Евровидении, и о конфликте между Крутым и Максом Фадеевым с Эмином Агаларовым. Но я хочу выложить сюда отрезок, где говорилось о скандале с Димашем и его уходе от Крутого. Точнее, обо всей этой желтой прессе, что выпускает подобную чушь. Смотрим. Что за история была с Димашем? Потому что были новости о том, что он от вас ушел к какому-то корейскому продюсеру, что-то там происходило, какой-то был скандал. Никакого скандала не было. Человек, которого вы все знаете, заказал кучу статей, что у меня с ним взаимоотношения личные, личные взаимоотношения на сексуальной почве. Вот меня можно обвинить во всем. В наркомании, в алкоголизме, но не в этом. И вся моя жизнь яркий пример тому, что не это. Но для людей, которые пользуются грязью, и чтобы только запачкать, святого же ничего нет. Поэтому моя привычка не отвечать грязью на грязь. А позволила какое-то время в Инстаграме крутиться всей этой чуши. Ну, уже когда я в Инстаграме выставил свою боксерскую тренировку. И спросил, как вы считаете, кого я представляю, когда я это делаю. Ну, часть людей поняли, о ком речь идет. И написали в комментариях. Да. Мы найдем этот пост. Ищите. Чтобы хотя бы так прозвучало. Тогда все успокоилось. А так, конечно, многочисленная армия поклонников, Димаша, они замерли. Они замерли, это же противно. При всем том, что шоу-бизнес грязный, есть какие-то буйки, за которые нельзя заплывать. Здесь же был заплыв такой. Какой мощный заплыв. Так вот, я хочу увидеть в комментариях, зачем это нужно, для чего, какова цель таких статей. Всем удачи, всех обнял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!